всем буэнос друзья сегодня будем устанавливать многострадальный хогвартс легаси могу честно сказать что пиратская версия очень тяжко запускается особенно у нас на стимдеке если вы зайдете на наш любимый зеленый сайт и перейдете в профильную тему то увидите там десятки страниц боли и это все на пока у людей у которых железо гораздо лучше чем наши но установить ее можно играть также можно конечно все это через огромное количество костылей пиратка есть пиратка если вы хотите не страдать то просто покупаем лицензию через магазин steam и радуемся так что давайте перейдем к установке все ссылки будут в телеграме там также есть текстовое описание установки все будет там так что переходите есть также чат для вопросов игра у меня уже скачано запуск игры производим из корневой папки папку phoenix и engine не лезем я не буду пользоваться никакими сторонними приложениями типа лутриса или геройка так как не вижу никакого смысла заполнять оперативку лишними прогами так как для этой игры нужно очень много оперативки она ее жрет ведрами поэтому мы просто добавляем нашу игру в steam переходим в библиотеку и выставляем совместимость пробуем ее запустить выпадет ошибка отсутствие компонентов visual c++ я рекомендую лучше использовать команду так как я показывал видео про установку visual c++ почему я сказал выше запускаем повторно мы видим что игра совсем не реагирует и не выдает каких-либо ошибок поэтому теперь нам нужно немного заморочиться с консолью открываем напоминаю весь порядок команд есть в телеграме у меня уже есть текстовый файл откуда я буду брать команды вставляем первую команду жмем а это создаст пкап файла далее вставляем следующую команду откроется редактор здесь нам нужно найти параметр граб кмдлайн линукс дефолт вот она теперь в конце этой строки нам необходимо добавить параметр клея цепу айди 514 обязательно внутри кавычек то есть при открытии у вас строка будет заканчивается параметром fbcon rotate 1 ставим после единицы пробел и добавляем наш параметр жмем сейв вас попросят ввести пароль как задать пароль смотрите на моем канале шортс установка пароля вводим пароль окей теперь нам надо ввести команду обновления вводим ее в консоль жмем а когда все обновится необходимо перезагрузить консоль либо с помощью команды либо пуск рестарт отлично теперь у вас игра хотя бы запустится на деке отлично игра запустилась на начальном этапе игра будет запускаться очень тяжко и очень долго если бы я сейчас был в игровом режиме то вы бы увидели как падает fps до нуля и как забивается цепу на сто процентов тут только терпение естественно я уже игру запускал и немного потестил но могу сказать что при первом запуске может быть зависание на экране предупреждения об эпилепсии лично у меня на деке этого не было но на пк это встречается в большом количестве случаев если это происходит то выходим из игры и идем в хром переходим на сайт nexus мод выбираем hogwarts legacy фильтруем по популярным и ищем мод scattering and low performance fix скачиваем его скачали там будет архив извлекаем и в нем будет лежать всего один файл длл копируем и вставляем данный файл по пути наша папка с игрой феникс плагинс хром sdk плагин bin вин 64 предварительно скопировав оригинал куда-нибудь на сдек естественно этот мод должен помочь решить проблему с зависаниями но вроде все классно но как только вы доходите до выбора персонажа игра тут же виснет почему ё-моё а потому что у вас заканчивается оперативная память и абсолютно неважно в каком режиме вы будете хоть рабочий стол хоть игровой режим на рабочем столе так вообще зависает в меню начать игру есть куча костылей допустим добавление параметров file engine.ini либо game user settings.ini вы можете попробовать команды буду в телеграме но мне это не помогло кому-то помогает поэтому я принял решение увеличить буфер видеопамяти при помощи bios и увеличить файл подкачки при помощи крио утилит для перехода в bios на стимдек нам необходимо выключить наш стимдек далее зажимаем вместе питания плюс повышение громкости до первого сигнала от консоли как только вы услышали сигнал убираем палец питания кнопку плюс держим пока не откроется bios отлично вот он наш bios нам необходимо перейти в сетап utility идем в advanced и переходим в ума фрейм buffer size у меня уже стоит 4 гигабайта у вас будет стоять единичка увеличиваем до 4 больше нам bios делать нечего зажимаем левую верхнюю кнопку сохраняем и выходим далее переходим на рабочий стол отлично буфер видеопамяти мы подняли теперь нам нужно увеличить производительность нашей деки для этого нам необходимо воспользоваться утилитой кривой утилитис переходим в хром пишем кривой утилитис ищем гитхаб переходим на сайт спускаемся вниз до пункта install видим здесь download this link кликаем правой кнопкой мыши выбираем save link s и сохраняем переходим в папку куда сохранилось приложение кликаем два раза жмем continue утилита установится на дек и на рабочем столе появится три ярлыка uninstall удаление программы апдейт обновления программы это сама программа заходим появляется дисклеймер который говорит нам что автор не несет ответственности но по заверениям самого разработчика никаких проблем никогда не случалось но все равно учтите это теперь нам необходимо ввести пароль интересная особенность английские буквы он не вводит очень конечно странно числа и русские буквы вводятся поэтому у кого пароль содержит английские буквы пишем и в текстовом файле и копируем сюда так выглядит начальный экран программы для тех кто не хочет особо заморачиваться автор уже создал профиль с рекомендованными настройками нажимаем recommended и все автоматом настроилась хотите сбросить до заводских нажимайте на сток кому интересно можно выставить все вручную нам нужен swap это файл подкачки красном выделено рекомендуемое значение которое вы можете выставить у меня выставлено на 6 гигабайт программа говорит ставь на 8 но тут главное не забывать что увеличение файла подкачки уменьшает вашу внутреннюю память а так как у меня ее не так много рисковать я не хочу заполнится вся внутренняя память тяжелая игра забьет все остальное и привет перезагрузка если у вас памяти много смело выставляйте максимальное значение оно будет 16 гигабайт поэтому я бы вам рекомендовал нажать recommended а потом по-своему выставить размер файла подкачки повторюсь еще раз это только для тех у кого мало внутренней памяти после переходим в сторидж и жмем sync он синхронизирует данные префиксов и шейдеров между внутренней памятью и вашей флешкой дэлит гейм дэйта позволяет очистить оставшиеся файлы после удаления игр но чистит папку комп от дата но будьте аккуратнее нон steam игры в большинстве своем он не индифицирует зеленый цвет нам показывать что рекомендуемые настройки выставлены красный цвет что этот параметр вы можете увеличить до рекомендуемых есть еще один цвет показывающий что вы перебрали и нужно параметры уменьшить все окей перезагружаем дэк пробуем запустить наш hogwarts отлично игра работает идем в игровой режим и смотрим настройки запускаем игру фпс будет прыгать от 30 до 40 картинка при первом запуске будет блеклая поэтому советую воспользоваться плагином в деке вибран дек и поднять сатурацию изначально у вас будет так я поднял то 172 единиц чистота обновления экрана на 40 можно выставить на 60 и фпс на 30 будет отлично чистоту графического процессора уменьшать не стоит производительность упадет фср можно отключить так как игра имеет свой встроенный фср amd fsr 2.0 идем в настройки как видим фср подключен разрешение автоматом выставлено на 854 на 534 и растянуто с помощью amd fsr 2 настройка графики все на низком кроме текстур и дистанции обзора посмотрим немного геймплея в динамике может проседать но не всегда и не везде так что играть можно Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok